Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, рекомендуем это сделать, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей в БУ-виде, рассматривая их на подъемнике. Наверное, ни для кого не секрет, что, пожалуй, одним из наиболее желаемых к приобретению автомобилей на вторичном рынке в России была и остается Toyota. И у Toyota есть целый ряд моделей праворульных и предназначенных сугубо для внутреннего японского рынка, которые в свое время стали культовыми среди жителей большей части нашей страны. Ну, по крайней мере, это относится к жителям страны от Уральских гор и до Дальнего Востока. Одним из таких легендарных имен, которые в свое время успешно прогремели на всю Россию, была Toyota Harrier. В своем первом и втором поколении эта машина представляла собой праворульную разновидность Lexus RX. Однако, все течет, все меняется и в какой-то период пути RX и Toyota Harrier разошлись. В нашем сегодняшнем обзоре мы представим вам новое прочтение этой легендарной модели. Встречайте, Toyota Harrier в кузове XU60. Третье поколение Harrier в 60-м кузове появилось в 2013 году. На конвейере эта модель продержалась целых 7 лет до 2020-го. Это достаточно большой срок по современным меркам. В 2017 году модель подвергли рестайлингу, в ходе которого обновили внешность, а также добавили еще один двигатель в гамму моторных агрегатов. Что касается гаммы подкапотных агрегатов, коробок передач и типов привода. Эти автомобили безальтернативно комплектовались только бензиновыми рядными четверками. Однако эти четверки представляли собой совершенно разные моторы, относящиеся к разным сериям. Базовым двигателем в линейке здесь был двухлитровый атмосферник. Сочетался он только с вариатором, а по типу привода такие машины могли быть как передние, так и полноприводными. Также на дорестайлинге с 2014 года появилась гибридная версия. Гибридная в классическом для Toyota понимании. Бензиновый двигатель, инвертор, тяговые электромоторы на передней и задней оси. Подобные автомобили могли быть только полноприводными. Суммарная мощность подобной силовой установки находится в районе 197 лошадиных сил. Ну а трансмиссия, именуемая Toyota электровариатором, по сути дела представляет собой планетарный редуктор. Третьим и самым современным агрегатом в линейке на рестайлинговых автомобилях стал двухлитровый турбомотор на 231 лошадиную силу. Сочетался он только с автоматической коробкой передач на 6 ступеней, а привод мог быть как передним, так и на все 4 колеса. В наших руках сегодня только что приехавший из Японии 2019 года Харьер с передним приводом, турбомотором на 231 лошадиную силу в весьма богатой комплектации. При первом приближении к Харьеру третьей генерации становится понятно, что машина эта весьма немаленькая. Габариты кузова. Длина 4 метра 77 сантиметров, ширина 1,83 метра, а высота 1,69 метра. Однако в третьем поколении Toyota Харьер слегка растеряла присущую предыдущим двум генерациям кроссоверность и теперь скорее напоминает большой универсал. К вопросу проходимости этого автомобиля мы еще вернемся при замере клиренса и просвета под элементами аэродинамического обвеса, когда будем смотреть машину на подъемнике. Ну а пока отметим, что как и предыдущий Харьер, эта машина не слишком маневрена. Радиус разворота в данном случае 5,3 метра. В цифрах немного, но по ощущениям Харьку требуется несколько больше места для совершения маневра, чем многим другим аналогичным автомобилям. Ну а что касается толщины лакокрасочного покрытия, а также сопротивляемости кузова третьего Харька коррозии, скажем так, толщина ЛКП стандартна для большинства японских автомобилей от 90 до 130 микрон с поправкой на погрешность прибора. Если больше, смотрите, внимательно, вполне возможно, элемент подвергался перекрасу. Ну а по части ржавчины, на самом деле, говорить об этом всерьез, имея в виду 3-4-5-летние автомобили из Японии, пока преждевременно. Посмотрим, что будет летодак через 5. Как известно, кроссовер, полноразмерный кроссовер, чаще прочего, покупается как единственный автомобиль в семье. Ну а будучи семейным автомобилем, эта машина должна демонстрировать хорошее багажное пространство. Давайте осмотр автомобиля с багажника и начнем. Доступ в багажник нам открывает пятая дверь с электроприводом. Ну и что мы видим внутри? Если сложить полочку, то нашему взору предстает багажное отделение. Первое, что бросается в глаза, багажник объемом 456 литров не выглядит огромным. Особенно это касается высоты. Ширина проема по его широкой нижней части порядка 106 сантиметров. Ну а высота проема от пола до потолка порядка 75, что достаточно немного. Длина погрузочной площадки при поднятых спинках второго ряда составляет порядка 95 сантиметров. А ширина в ее самой узкой нижней части 110 сантиметров. Но не торопитесь делать далеко идущие выводы. Дело в том, что фальшпанель пола багажника в данном случае представляет собой состоящую из двух половинок съемную конструкцию, которая открывает доступ в весьма и весьма глубокий подпол. В данном случае дополнительное пространство это еще около 40 сантиметров глубины. И это свободное пространство появилось потому, что данный автомобиль не комплектуется запасным колесом. В данном случае мы имеем только ремкомплект, баллон с герметиком и компрессор. С левой стороны также присутствует достаточно глубокая ниша, где размещается буксировочная петля. Ну а справа мы видим комплект штатного инструмента. Домкреп, баллонник, вороток. Под второй половинкой фальшпола в данном случае есть также две неглубокие ниши, куда можно попрятать разного рода мелочевку. Присутствуют здесь и два крючка для фиксации груза, а также плафон освещения. Если же внезапно вы столкнулись с необходимостью перевести какой-то объемный либо длинный груз, вы можете сложить спинки передних кресел. И в этом случае в среднем то расстояние, которое вы получите для погрузки, будет равняться 170 сантиметрам. Ну а если груз действительно очень длинный, но при этом узкий, и вы поместите его в пространство между передними креслами, то длина салона вас все равно сильно не удивит. 2 метра 40 сантиметров. 2,45 может быть. Дальше длинный груз просто упрется в селектор коробки передач. Ну а теперь про салон 60-го Харьера. Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь конкретно в этот автомобиль, это запах новой машины. Пробег этой машины по Японии всего 40 тысяч километров, и это очень даже чувствуется в том, что касается состояния салона. Сидения здесь полностью кожаные, черные, с красной прострочкой. Также здесь у нас черным обтянуты стойки и потолок. Присутствует опция, присущая максимальным комплектациям в виде люка и панорамной крыши, что визуально добавляет простора. Ну а в том, что касается эргономики, на самом деле здесь все в полном порядке. Удобную посадку за рулем этого автомобиля мне с ростом 186 сантиметров удалось подобрать достаточно быстро. Само собой, разумеется, сидение и рулевая колонка здесь полностью электрифицированы. Причем диапазон регулировок, в принципе, стоит признать достаточным. То же самое касается и регулировок сидений. В максимально отодвинутом назад положении кресла, при том, что оно сейчас не опущено в самый низ, я спокойно вытягиваю левую ногу и при этом практически не касаюсь пола салона. Что касается опоры для локтей водителя и пассажира, здесь с этим также полный порядок. Оба подлокотника обтянуты кожей и оба достаточно удобные. То есть в дальней дороге, в целом в этом автомобиле, вам должно быть крайне комфортно. Пульт управления стеклоподъемниками, центральным замком и регулировкой зеркал прямо под рукой. Причем все стеклоподъемники здесь имеют авторежим. Было бы странно, если бы в подобном автомобиле этого не было. Присутствует опция памяти водительского кресла на два положения регулировок. Присутствует полный набор кнопок на рулевом колесе. Это управление мультимедийной системой, управление телефоном, бортовым компьютером, а также кнопка включения-выключения парковочных радаров и система контроля движения в полосе. Круиз-контроль представлен самым обычным привычным рычажком, таким же как на Toyota RAV4 и таким же как на абсолютно любой другой Toyota практически. С правой стороны кнопка запуска двигателя, кнопка электрического ручника. Есть, кстати говоря, функция автохолд, при котором машина не трогается с места до момента нажатия на педаль газа. В пробках достаточно удобная штука. Кнопка включения-выключения системы старт-стоп, системы стабилизации, а также кнопка включения-выключения системы автоматической смены света с ближнего на дальний при приближении встречной машины. По центру приборной панели мы видим довольно контрастные часы, кстати, с очень крупными цифрами и довольно хорошо читаемые, очень приятно это все выглядит. На сенсорном дисплее также отражается и индикация включенного подогрева, либо вентиляции сидений. Оба передних кресла здесь оборудованы и тем, и другим. Ну, а регулировка температуры в данном случае осуществляется интересным образом. Подобное на автомобилях мне еще не приходилось наблюдать, все это очень напоминает тачпад на ноутбуке. Присутствует здесь также клавиша включения подогрева боковых зеркал вместе с подогревом заднего стекла, а также три режима работы автомобиля. Режим экономичный, режим нормальный и режим спортивный. При выключении зажигания кресло также отъезжает назад, облегчая посадку и высадку из автомобиля. Что касается подстаканников, бардачков и прочих мест для хранения. В данном случае у нас есть два подстаканника у боковых дефлекторов передней панели, но их, скорее всего, предыдущий владелец поставил еще в Японии. Есть подстаканники с зажимом, также под крышкой на центральной консоли. Здесь же 12-ти вольтовая розетка для прикуривателя, либо зарядки. Есть бокс в центральном подлокотнике, впрочем, не слишком глубокий. И довольно-таки, кстати, объемный по современным меркам перчаточный ящик. По пространству вокруг, как уже было сказано, вопросов здесь нет. Как, кстати, и по обзорности. В том же Lexus NX по этому параметру все немножечко сложнее. Что касается запаса пространства, то до головы, в принципе, его здесь достаточно. То же самое касается и в целом. Ощущения зажатости в этом автомобиле нет. Боковые зеркала здесь просто огромные. И в целом с обзорностью все в порядке, несмотря на узкую линию остекления. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на заднем сидении. Что касается заднего сидения. В данном случае переднее кресло уехало до упора назад при выключении зажигания. Это его крайнее положение. Колени упираются, но при этом жесткого контакта с сидением еще нет. Соответственно, при включенном зажигании, при моей регулировке, у меня, скорее всего, еще даже останется запас до коленок. Спинка заднего сидения в данном случае выставлена в максимально вертикальное положение. Она складывается в пропорции 2 трети к 1 трети и имеет также регулировку положения. То есть при необходимости кресло можно и наклонить. Причем на достаточно большой угол. В этом случае сидеть получается уже намного удобнее. В центральной части есть подлокотник. Также присутствует выдвижной подстаканник с фиксаторами. Есть дефлекторы обдува для задних пассажиров. Клопка управления стеклоподъемником и подлокотники на дверных картах, обтянутые кожей. В целом сидеть достаточно удобно. Ну а панорамная крыша добавляет визуального пространства. При этом при росте 1,86 м я не могу сказать, что у меня над головой остается какой-то критически большой запас. С поправкой на то, что само заднее сидение здесь находится выше передних. Что касается пространства над головой, запас здесь есть, но очень небольшой. Поэтому человеку очень высокого роста на заднем сидении Харьера может быть не слишком просторно. Отчасти потому, что сама подушка заднего сидения здесь находится значительно выше передних. Что касается линейки агрегатов, как уже было сказано во вступлении, двигателем здесь было три разновидности. Все они четырехцилиндровые, но все относятся к разным сериям. Под капотом гибридных Харьеров третьей генерации прописался 2АР-FXЕ. Двигатель 4 цилиндра, алюминиевый блок, два распредвала, муфты фазовращателей, самый обычный распределенный впрыск топлива, адаптированный для работы в составе гибридной установки. Бензиновая версия данного двигателя 2АР использовалась, например, на Toyota Camry в 50-м кузове и зарекомендовала себя с точки зрения надежности просто великолепно. По большому счету, этот агрегат лишен каких бы то ни было особо слабых мест. Разве что к очень большим пробегам могут начать трещать при холодном запуске сами муфты фазовращателей. В этом случае вполне возможно придется их поменять. Хотя многие владельцы забивают на этот звук и продолжают эксплуатировать автомобиль еще на протяжении многих десятков и даже сотен тысяч километров. Сам бензиновый двигатель в составе гибрида выдает 152 лошадиные силы, однако результирующая мощность всей гибридной установки это порядка 197 лошадиных сил. Автомобили с гибридным сердцем демонстрируют крайне интересные цифры расхода топлива и при этом очень хорошую динамику. Приобретая гибрид, помните, что на данном автомобиле будет двойная система охлаждения. Одна для бензинового двигателя, а одна для инвертора, который представляет собой сердце всей гибридной установки и самую дорогую ее деталь. Два контура системы охлаждения между собой не сообщаются, а антифриз нужно менять в каждом из них, а также следить за исправностью соответствующих насосов системы охлаждения, которых у вас будет два. Однако в целом с поправкой на свежесть подобных автомобилей и возможность купить их с небольшими пробегами, с большой долей вероятности при покупке гибридного Харьера вы на очень долгое время забудете о каких бы то ни было проблемах. Чисто бензиновая версия в базовом исполнении до рестайлинга безальтернативно имела двигатель 3ZR-FAE. Двухлитровая рядная четверка мощностью 151 лошадиная сила с обычным распределенным впрыском топлива, цепным приводом ГРМ и гидрокомпенсаторами. Естественно, с двумя фазовращателями. 3ZR-FAE можно было бы назвать крайне простым по конструкции двигателем, если бы не наличие на нем системы изменения высоты подъема клапанов Valvematic. Именно с системой Valvematic и связаны основные жалобы владельцев подобных автомобилей. Правда, не сказать, что они носят особо системный характер. И, как правило, глюки системы, выражающиеся в появлении россыпи ошибок и гирлянды на панели приборов, связаны с выходом из строя самого блока. По крайней мере, так это происходит на похожих по конструкции Lexus NX. Так что при покупке Harrier с Valvematic, если на автомобиле уже достаточно большой пробег, не поленитесь хотя бы протестировать машину сканером на предмет наличия следов ошибок по данной системе. В остальном же, если 3ZR-FAE не перегревать и заливать сюда более или менее кондиционное топливо, а также вовремя менять масло данный двигатель, отбегает у вас, скорее всего, под 300 тысяч километров пробега. Да, попадаются случаи, когда эти моторы подъедают масло, но, как правило, связаны они все же с предшествующим перегревом. Также владельцы 3ZR могут столкнуться с проблемой, например, плавающих оборотов холостого хода. Но здесь все традиционно. Дроссельная заслонка, чистка, адаптация, а в самых запущенных случаях, возможно, промывка топливной системы. Официально двигатели ZR-серии не считаются ремонтопригодными и в случае чего подлежат замене на контрактный агрегат. По крайней мере, так делает большинство владельцев. Но, повторимся, если вы покупаете подобный автомобиль с прозрачным небольшим пробегом, то его ресурса на 7-10 лет эксплуатации, если вы будете за ним следить, вам должно быть достаточно. Кстати, 3ZR FAE сочетался только с вариаторной коробкой передач. И в целом на Харьерах данный вариатор не снискал славы какого-то особо проблемного. Замена рабочей жидкости раз в 40-45 тысяч километров вместе с фильтрующими элементами. И данная коробка пробежит под 250 тысяч километров. Ну а последний, самый современный мотор под капотом Харьера, как в нашем случае, это 8AR FTS. Тоже четырехцилиндровый, тоже с алюминиевым блоком, двумя распредвалами и 16-ю клапанами с гидрокомпенсаторами. Привод ГРМ цепной, однако этот двигатель достаточно сложный конструктивно, поскольку компания Toyota применила на нем достаточно большое количество новаторских решений. Начать с того, что в данном случае Toyota не пошла по общепринятому пути и не стала покупать готовый турбокомпрессор у стороннего производителя, например, у Garrett, а взяли и сделали свою собственную систему турбонаддува, с которой, кстати говоря, и связано единственное пока обращение по гарантии по данному двигателю для замены перепускного клапана турбина. Этот мотор интересен также и тем, что на нем используются фазовращатели нового поколения. Этот двигатель может работать как по циклу Отто, всем нам привычному, так и по циклу Аткинсона, подобно тому, как работают двигатели на гибридных автомобилях, в зависимости от режима движения. Кроме того, здесь используется также и комбинированный впрыск топлива. Этот мотор имеет двойную систему распределенного и непосредственного впрыска, соответственно, топливный насос высокого давления с соответствующими форсунками здесь тоже присутствует. Режим работы впрыска выбирается, исходя из режимов работы двигателя. Все это вместе взятое позволило получить с этого мотора 230 лошадиных сил, при том, что двигатель укладывается в нормы Евро-5. Пока машина достаточно свежая и пробеги еще относительно небольшие, но на будущее, как владельцам большинства автомобилей Тойота, можно посоветовать смотреть за системой охлаждения, в частности, за насосом системы охлаждения. По этим моторам также бывали прецеденты, когда помпа требовала замены на пробегах 50 с копейкой тысяч. Но в целом, при нормальном режиме эксплуатации и при должном уходе, а на турбоагрегатах масло следует менять не раз в 10, а раз в 5-6 тысяч километров пробега, этот агрегат также отходит далеко за 200. Кстати, сочетался он на Харьерах только с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Ну а прежде чем заглянуть под Тойоту Харьер снизу с подъемника, посмотрим на то, что касается клиренса. По каталогу дорожный просвет у этого автомобиля 160 миллиметров. Это, в принципе, стандартные легковые цифры, но не для кроссовера. Однако, речь идет про низшую точку, например, про подрамник, либо выхлопную систему, то есть самый-самый низкий элемент кузова автомобиля. Чаще, когда мы говорим про дорожный просвет, нас интересует, например, возможность припарковаться к поребрику, не зацепив бампер. Наш автомобиль дополнительно, кстати, имеет еще и обвесы. При первом взгляде сбоку видно, что передний свес у машины очень и очень длинный. А вот расстояние до земли на низкой точке бампера – это порядка 17 сантиметров. Соответственно, передний край у нас находится повыше. Но минимальное расстояние здесь – это всего 11 сантиметров до пластикового брызговика, касание которым вы как раз-таки и должны почувствовать при подъезде к препятствию. Что касается расстояния за передними колесами – это те же самые 18 сантиметров. Не меняется картина и у задних брызговиков – 16 и 17 до края юбки. Ну, а если вам надо подъехать к очень высокому препятствию, под задним бампером у вас порядка 23 сантиметров. Так что, если поребрик чрезвычайно высокий, паркуйтесь задним ходом. Но постарайтесь не снести при этом выхлопную трубу. Что касается подвески Toyota Harrier третьей генерации, в данном случае спереди у нас использована схема типа Макферса, ну, а сзади подвеска на рычагах. Рулевая рейка в данном случае электрическая, что предопределит отсутствие каких-либо проблем с протекающими шлангами ГУРа и так далее. Этих вопросов вам никогда не придется познать, будучи владельцем Toyota Harrier. Кстати, что отрадно, даже несмотря на то, что Harrier относительно свежий, все-таки автомобиль с шаровой опорой в данном случае у нас меняются отдельно от нижних рычагов. За это компании Toyota отдельное спасибо. Все же они остаются верны своим традициям. Говорить что-либо про ресурс компонентов подвески на этих машинах, учитывая маленький пробег вот этого экземпляра по Японии, всего 40 тысяч километров, пока преждевременно. Но, как показывает опыт эксплуатации тех же Lexus NX, первые проблемы по ходовке в данном случае можно ждать никак не ранее, чем на пробегах 1100-1150. Причем первыми традиционно под замену пойдет то, что относится к стабилизатору поперечной устойчивости. Что касается задней подвески, то по опыту эксплуатации тех же самых 40-х RAF либо NX, первые ремонты в данном случае начнутся не ранее, чем на двух сотнях тысячах километров. Единственное нарекание по подвеске этого автомобиля – это загнутая стойко-стабилизатор поперечной устойчивости. Если бы не вот этот момент, нареканий по данному Harrier не было бы вообще. Таким мы увидели сегодня Toyota Harrier 3-го поколения 2019 года с турбомотором, передним приводом и 40 тысяч километрами на приборной панели. Если наш сегодняшний Blitz-обзор оказался вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие машины вы хотели бы увидеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. Также, если у вас был или есть до сих пор Harrier 3-й генерации, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, а вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, обязательно пишите в комментариях людям, выбирающим себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться полезным. Ну а если вас заинтересовал конкретный автомобиль на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео машина все еще будет находиться на продаже в компании RDM Import. Уточнить наличие автомобиля, а также дополнительно интересующие вас параметры, вы можете, воспользовавшись контактной информацией под этим видео. Пишите, звоните, задавайте вопросы. До новых встреч на канале и хорошего дня. Спасибо, что смотрели. Пока!